Свою работу продолжает 8-й ежегодный военно-спортивный лагерь для люберецких подростков, которые находятся в трудной жизненной ситуации. На слет ребята отправились в понедельник. На протяжении нескольких дней они изучали уставы, военные службы, проходили строевую подготовку и спортивные соревнования. На этот раз им предстояло поучаствовать в товарищеском футбольном матче с командой спорткомитета. Как направить подростка на правильный жизненный путь? Ответ на этот вопрос разгадали представители комиссии по делам несовершеннолетних люберецкой администрации. Семь лет назад они стали инициаторами военно-патриотических слетов. И, как показала практика, такой метод действительно работает. Влияет, потому что, как правило, по статистике смотрим, дети повторно не совершают ни преступления, ни правонарушения. Им здесь очень нравится. Администрация, глава городского округа выделяют средства на то, чтобы дети в летний период были заняты, прошли оздоровление, военную подготовку. Поэтому детей направляем сюда на слет. В течение недели 20 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, прибывают на территории военно-патриотического центра – офицерское собрание. Соревнуются в различных игровых видах спорта, показывают свою ловкость в экстрим-парке, катаются на картинге. Однако основное направление их досуга – это патриотическое воспитание. И даже за неделю, говорят организаторы, разница в поведении ребят очевидна. Все мировоззрение их юношеское, все меняется. Это совершенно другие люди, совершенно другой взгляд на жизнь их, на общение со старшими, по отношению в том числе и к самому себе. Работу с трудными подростками здесь ведут 10 специалистов-наставников, которые по-настоящему знают свое дело. Перевоспитывают ребят и учат их основам военной подготовки. И результат, как говорится, налицо. Теперь многим из курсантов хочется скорее вступить в ряды вооруженных сил России. Захотелось пойти в армию. Да. Больше. А почему? Ну, мы поняли, что мы действительно мужчины должны защищать нашу родину. Что мы должны защищать нашу родину, то, что мы должны служить России, защищать родину, когда надо. Одним из главных событий военно-патриотических сборов традиционно стал товарищеский футбольный матч. Команда спорткомитета сразилась с ребятами за переходящий кубок Центра патриотического воспитания молодежи. Курсанты уже успели подружиться и узнать друг друга. На игру отправили тех, кто хорошо подготовлен физически. Но и их противники оказались тоже не промах. Мы собрались на эту игру впервые. Подготовка у всех спортивная, потому что все в прошлом спортсмены. Но я думаю, что по ходу игры мы быстро сыграемся и покажем хороший футбол. А товарищеский матч действительно получился насыщенным. Несмотря на разный возраст участников и палящее солнце, команды показали все, на что были способны. Сыграли два тайма по 20 минут, а по обеду отвоевывали до последнего. Итог игры 10-7 в пользу бойцов. Команды курсантов военно-спортивного слета. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.